Суббота Суббота Некие лаборатории, множество сооружений, неизвестных как мне, так и главам государств СНГ. Командование секретной организации решает отправить меня и мою группу на территорию ЧЗО, где мы должны будем раздобыть всю информацию, связанную со всеми экспериментами, которые якобы проходят в каких-то лабораториях с грифом X. Проводника, который проведет нас за периметр в Чернобыльскую зону, пообещали предоставить. Но все же, что скрывают эти гребаные научники? Неужели что-то запрещенное? Биологическое оружие? Интересно. 2006 год. Январь. Холодная зима, жизнь бьет ключом. Отряд готов и проводник найден. Несколько месяцев подготовок не должны пойти на смарку. Вот мы уже в пути. Через пару часов привал, а за ним уже и периметр. Периметр станет тем самым началом светлой полосы, которая даст мотив на дальнейшее продвижение. А вот уже и он. Конец января. Все пройдено. Все позади. Координаты получены. Сообщение под грифом X. Что это может значить? Ладно, разберемся. На часах уже пробел последний час. Полночь. Рядом ключевая позиция. Ребята готовы устроить потасовку. Лишь бы повеселиться. Подумал я. Ворвавшись внутрь неизвестного НИИ, по мозгам что-то шарахнуло. Резко ослепило. Прогремел взрыв. Все. Это конец. 2006 год, май. Люди, услышавшие о происходящем в Чезово, стали пробираться нелегально через разные лазейки. Дырках в заборах. Через КПП. Называли они себя сталкерами. 2008 год, июнь. Прошло уже больше двух лет с того самого момента. А я все так же ничего не помню. Только сон мучает меня по ночам. Периметр Чезово. Яркий такой, как чистая душа. Рядом люди неизвестные мне. Странные позывные. И мне холодно. Ничего не чувствую. И лишь приближаясь к периметру, становится теплее. Детский плач. Взрыв. Давление на мозг. И дальше темнота. 2010 год, май. Я впервые познакомился с бойцами Аксоп. Аксоп – объединенный контингент сил охраны периметра, в состав которого входят все военизированные личности СНГ государств. Тогда-то мне и поведали, что случилось в тот судный день. Чернобыльская НИИ решила провести ряд экспериментов и создать пси-случатель, который как-либо будет воздействовать на мозг человека. Но что-то пошло не так. Какая-то внутренняя, неизвестная никому энергия вырвалась наружу. Что-то мне это не нравится. 2011 год. Месяц уже не так важен. Люди, называющие себя сталкерами, скоперировались в большие фракции. У каждого своя идеология. У каждого свои правила. У каждого свои законы. Гребанные научники, которые фанатично ведут исследования. Кто-то ради денег здесь. Кто-то скрывается от закона. Кто-то, наоборот, с благими намерениями. Всех не понять. 2011 год. Осень. Решил, наконец-то, уйти подальше от кордона. Посмотреть, чем люди промышляют. Что есть хабар? Но нашел я совсем не то. Изуродованные твари. Щупальца, клыки, выглядывающие наружу внутренней части конечностей. Страшные образования, которые я прозвал аномалиями. Все это очень напугало меня, но не остановило. Мною управлял мой сон. Что же это за периметр такой, от которого теплом веет? Я должен его отыскать. Сгину, но отыщу. 2012 год. Я шел очень долго. И схудал, истощился. Вкус металла был уже привычен на выпадающие волосы и вовсе, как обыденное дело. Пройдя мимо старой базы на военных складах, пройдя свалку различной техники, я вышел на прямую дорогу. Здесь так тихо, подумал я. Но по мозгам начало что-то давить. Откуда-то появились люди, которые все молвили. Неверный, неверный, неверный. Они взяли меня в плен. Они куда-то меня вели. И вдруг мы вышли к знакомому месту. Будто бы я его чувствовал когда-то. Будто бы во сне. О да. О да. Это он. Я добрался до него. Я насытился силой. Меня поставили на колени. Но мне было так хорошо. Так необычно тепло, что я даже не заметил выстрела в мою сторону. Вспышка. Тепло. Периметр. Я навсегда с тобой. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Тепло. Продолжение следует...